Как уже сказал, имею счастье знать Александра Алексеевича практически 30 лет, и меня всегда поражали его и восхищали его академические знания, как действительно академик – это заслуженное знание, и широта научных интересов. Поэтому я решил представить его и вашему вниманию доклад на тему, находящуюся на пересечении статистики, физиологии, психологии, искусства, социальных наук и современных компьютерных технологий. Желаю Александру Алексеевичу здоровья и долгих лет жизни. Сейчас мы с вами попытаемся разобраться, сводится ли гармония к алгебре, хотя бы статистически. Мне необходимо сделать важное замечание, дисклеймер, что в этом выступлении я использую термин «красота» для обозначения физических особенностей взрослых homo sapiens, то есть вызывающих влечение к их носителю. Так что «красивый» и «привлекательный» является синонимами в этом контексте. Я не рассматриваю красивые пейзажи, я не рассматриваю красивую поэзию, я не рассматриваю красивых деток и даже красивых тещ. Вы знаете, что французы знают толк в женщинах и называют тещу «бельмер», то есть «красивая мама». Впрочем, теща тоже бывает привлекательной, но оставим ее вне нашего поля внимания. Значит, собственно, зачем изучать красоту? Ну, во-первых, потому что красота – это красиво, это приятно, это заманчиво, но и также потому, что красота на самом деле имеет серьезную социальную значимость. В различных исследованиях было показано, что привлекательные люди с большей вероятностью получают работу, особенно женщины. Привлекательные люди имеют больше свиданий, и люди, которые встречались с более привлекательными людьми, чувствуют себя более счастливыми. Привлекательные люди, как оказывается, ведут более благоприятную жизнь. И более того, что привлекательные руководители, то есть генеральные директора, повышают акционерную стоимость компании. Так что имеет смысл это все изучать. Кстати, на слайдах внизу вы будете видеть ссылки. То есть все, что я вам сегодня рассказываю, собственно, я не выдумал сам, это действительно публикации в серьезных журналах. Так что посматривайте туда, я не всегда буду их акцентировать на них внимание. Так, раз уж мы занялись красотой, то давайте определим, что есть красота. И в первую очередь, конечно, давайте зададимся вопросом. Ну, все мы, наверное, знаем такое высказывание, что красота в глазах смотрящего. Ее приписывают на самом деле Платону, хотя Платон ее не говорил. И, значит, что означает эта фраза, собственно, в глазах смотрящего? Красота в глазах смотрящего. Что каждый имеет собственное представление о красоте. То есть кому-то нравится Давид такой, а кому-то нравится Давид вот сякой. Значит, Платон, как я уже сказал, не говорил этой фразы. Эта фраза, на самом деле, из романа Молли Браун, опубликованного в 1878 году ирландской писательницы Маргарет Хангерфорд. Но она очень хорошо резюмирует взгляды Платона на красоту. Платон, на самом деле, практически во всех своих работах тем или иным образом обращался к красоте. Но наиболее полные его взгляды на красоту выражены в его работе симпозиум, которое было написано, предположительно, от 385 до 370-х годов до нашей эры. Такс, давайте дальше пойдем. Так, собственно, а может, так в чем же, так сказать, дело-то? Действительно ли красота относительно? То есть у каждого свое понятие красоте. Но вот оказывается, что это не так. Факты говорят об обратном. Наблюдается удивительное межкультурное и межрасовое согласие относительно красоты. То есть коренные американцы, латиноамериканские студенты и белые американцы оценивали привлекательность азиатских, латиноамериканских, черных и белых женщин по их фотографиям. Эта работа, вот здесь приводятся две. И оказалось, что во всех комбинациях корреляция составляла по крайней мере 91%. То есть, значит, на самом деле что-то общее между нами есть. Так, может быть, виновата массовая культура, которая навязывает нам стандарты красоты? Давайте разбираться. Значит, что определяет, собственно, стандарты – общество или среда обитания? Давайте рассмотрим пример, как менялось представление об Елене Прекрасной или Елене Троянской, в греческой мифологии дочери Зевса и Леды, считавшейся самой красивой женщиной на Земле. Значит, вот Елена, представленная по представлению древнегреческого автора. Это фрагмент чаши из музея Лувр, 450-й год до нашей эры. Это уже начало 16 века, Сезаро де Сеста. Середина 19 века, Данте Габриэле Рассетти. Вот это Еленовне больше всего нравится. Фредерик Сандис. Ну и, наконец, Сиена Гиллари в голливудском фильме 2003 года. Ну, как видим, самая красивая женщина с годами становится все эфемернее. Определенное время влияет на наше восприятие красоты, и мы вскоре вернемся к этому. Зададимся вопросом, как бы Боттичелли изобразил Венеру, живи он в наше время. Ну, наверное, как-то так. Здесь применен инструмент Liquify в фотошопе. Вообще, конечно, фотошоп стал в некотором смысле социальным бедствием. И уже никому не секрет, что все фотографии, использующиеся в рекламе, ретушируются. Это становится все большей проблемой, когда люди, чаще всего молодые девушки, стараются походить всеми средствами на фотомодели, точнее, на их сильно отретушированные фотографии, лишая себя еды, ложась под ног пластических хирургов. Не говоря уж об огромном количестве комплексов и депрессий, связанных на сравнении себя с несуществующими идеалами. Дело дошло до того, что даже в Израиле был принят закон в 2012 году, который получил такое неофициальное название «Закон о фотошопе», который запрещает использование в рекламных целях моделей, подпадающих под классификацию ВОЗ, как имеющих дефицит массы тела, то есть BMI меньше 18,5. И также регулирует использование фотошопа для рекламных целей. Так что же определяет наше восприятие красоты, ее стандарты? Оказывается, что эстетические предпочтения появляются в человеке очень рано. В работе Ланглуа и его соавторов, которые цитируются здесь, шестимесячным детям показывали пары фотографий и регистрировалось время задержки взгляда, так называют «fixation time». Оказалось, что шестимесячные дети, которых никак не заподурят влияние масс-медиа, предпочитают те же лица, что и взрослые. То есть это говорит о том, что красота имеет биологические корни. То есть биологические корни нашего стремления к красоте. Я хочу сейчас порекомендовать книгу, кто заинтересуется. Эта книга… Сейчас это я поторопился. Давайте определимся. А, собственно, когда мы говорим о привлекательности, привлекает нас, что и зачем. Вот Дарвин цитирует немецкого философа Шопенгауэра. «В конце концов, все любовные интриги, будь то комические или трагические, служат ничего иному, как созданию следующего поколения. Это не то, что хорошо или плохо. Само продолжение человеческого рода здесь поставлено на карту». То есть наше стремление к красоте – это инстинкт, который был сформирован естественным отбором. Есть целая область науки, эволюционная психология. И я как раз хочу порекомендовать книгу Нэнси Эдков «Выживание красивейшего». То есть явно по аналогии с дарвиновским «Выживание сильнейшего». «Survival of the fittest». Здесь «Survival of the prettiest». И я цитирую эту книгу. «Красота – это универсальная часть человеческого опыта, провоцирующего удовольствие, приковывающего внимание и побуждающих действиям, которые помогают обеспечить выживание наших генов. Наша крайняя восприимчивость к красоте запрограммирована, то есть управляется цепями в мозгу, сформированными в результате естественного отбора. «Мы любим смотреть на гладкую кожу, густые блестящие волосы, изогнутую талию и симметричные тела, потому что в ходе эволюции люди, которые замечали эти сигналы и желали ими обладать, имели больший репродуктивный успех. Мы их потомки». Ну, теперь становится, собственно, понятным изменение понятия красоты с веками, которые мы увидели, например, Елены. Черты, воспринимаемые противоположным полом как привлекательные, не что иное, как биологические сигналы, а точно естественным отбором. Качественного партнера для продолжения рода. В прошлом это означало физически развитое тело, чтобы противостоять трудным условиям быта. Красивая женщина – это та, которая способна давать и воспитывать детей в тяжелой обстановке. С улучшением условий жизни отпала необходимость иметь крепкое тело для воспитания здорового потомства. Ну что же, раз красота является путеводной звездой к продолжению рода, то все органы чувств, естественно, участвуют в ее оценке с точки зрения этой головнейшей биологической миссии. Ну, конечно, зрение. То есть нам нравятся красивые лица и фигуры. Слух. Нам нравится красивый голос. Осязание. Гладкая кожа. Ласки. Обоняние. Запах тела, определяющийся гормональными комплексами. Вкус, поцелуи, обмен специфическими молекулами происходит при этом. Кстати, почему поцелуй с близкими родственниками неприятен? Это биологический сигнал против инцеста, приводящий к нездоровому потомству. Я хотел бы порекомендовать здесь… Вы сможете, наверное, найти. Discovery Channel выпустил документальный фильм, который называется The Science of Sex Appeal 2009 года. Собственно, с него и началось мое знакомство с этой тематикой. Но об этом чуть-чуть позже. Мы сейчас давайте сфокусируемся только на лицах. И давайте зададимся вопросом. А что, собственно, делает лицо привлекательным? В работе Литтла и его коллег утверждается следующее, что прежде всего это биологически определенные черты. То есть это признаки здоровья. Усредненность. То есть не слишком большое отличие от общей массы. И так называемый сексуальный деморфизм. То есть это видимая принадлежность к своему полу. То есть для мужчины это мужественность, а для женщины это женственность. Ну а сейчас сделаем небольшой эксперимент, проведем небольшой эксперимент. Вот фотография двух братьев-близнецов. Кого вы находите более привлекательным? Лево или право? Они одинаковые. Ну это надо спрашивать, по-моему, женщин. Потому что... Точно. Мы с ним рот продолжать не будем. И тем не менее. С левым главным проблемой, значит, левый рот. Да, мне тоже. Ну так вот. На самом деле оригинальная фотография... Тут нет близнецов, здесь один человек. Справа оригинальная фотография. А слева фотография, которая была мною симметризована. То есть я просто взял левую часть лица и отразил направо. Ну и, соответственно, так сказать, там немножко поработал со светотенями, чтобы было похоже. То есть вы на самом деле тем самым подтвердили вывод, который я только что сказал про симметрию. Вы предпочли левую фотографию, которая была симметризованной фотографией реального человека. Почему? Потому что она более симметричная. Видите, справа на самом деле у человека, так сказать, как бы вот его левый глаз как бы поплыл слегка, ухо более оттопырено. То есть лицо менее симметрично. Так почему мы, собственно, предпочитаем симметричные лица? Оказывается, это один из признаков здоровья. Всевозможное неблагоприятное влияние среды на женщину, вынашивающую плод, приводит к нарушениям развития зародыша. Поэтому симметрия указывает на гармоничное развитие плота. Это индикатор генетического качества. Аналогично здоровый цвет лица. Это еще один из признаков здоровья. И, следовательно, привлекательности. За здоровый оранжевый оттенок отвечает каротин. Так что ешьте больше морковки, если хотите, быть привлекательными для противоположного пола. Насколько я знаю, исследование о влиянии хрена не проводилось. Так что о справедливости высказывания «Ешь побольше тертых хрен, хрен будешь, как слофи Лорен», тут я сказать ничего не могу. Ну и напротив, на самом деле, одутловатость, то есть воспринимаемая тяжесть лица в значительной степени снижает привлекательность и воспринимается как нездоровый признак. Работа, пожалуйста, Дэвида Перетта и его коллег. Ну а что же происходит с красотой в эволюционном плане? Значит, я вновь процитирую Нэнси Ятков. Как охотники-собиратели по большей части человеческой истории, мы должны оглянуться назад, чтобы понять наши собственные инстинкты и увидеть, что те, кто заметил признаки красоты и желал их обладателей, имели самый большой репродуктивный успех. То есть красивые люди имеют больший шанс выбрать себе более красивую для репродукции. Их дети генетически более красивые и, следовательно, имеют больший репродуктивный успех. А, следовательно, отсюда получается, что с годами происходит укрепление красоты в целом. То есть в целом люди становятся более красивыми и, следовательно, среднестатистический индивидуум красив. Логично? То есть мы приходим на самом деле к утверждению, что, собственно, средность – это красиво, это привлекательно. Ну, значит, для того, чтобы как-то статистически проверить это утверждение, нужно сравнивать лица со среднестатистическими. Где взять среднестатистическое лицо? Ну, на помощь приходят здесь уже компьютерные технологии, генерации лица, их трансформации. Значит, лицо может быть довольно грубо описано так называемым landmarks, то есть типичными характерными точками. Ну, вот здесь на фотографии, тут сколько, я не помню точно точек, но вот видите, они, на самом деле, как бы описывают форму лица. Они сосредоточены вокруг глаз, нос определяют нос, определяют размер рта и в целом, так сказать, геометрические размеры. То есть, на самом деле, лицо характеризуется этим вектором, многомерным вектором этих точек. И, значит, ну, пионерские исследования на данную тему были приведены, на самом деле, в FaceLab в Сент-Эндрюсе в Шотландии. Сейчас это называется Perception Lab. И находятся они, на самом деле, уже в Глазгам. И, да, значит, они используют 179 точек. Вот, так сказать, я смотрю здесь. Современные технологии уже позволяют работать, на самом деле, с 468 точками. Это Google Media Pipe. На самом деле, программа кого это интересует. А дальше все понятно. Ну, раз у нас лицо – это просто, на самом деле, вектор, дальше, так сказать, берем группу лиц, берем барицентр. Это и, собственно, есть характеристические точки среднего лица. Ну, а следующий, конечно, этап – как по этому барицентру восстановить, собственно, само лицо. Ну, так сказать, здесь уже применяются различные методы. Ну, фактически, так сказать, восстанавливается треугольная меж, как меж по-русски, сеть, которая, собственно, и оцифровывает лицо. Ну, есть много всяких разных методов. Вейвлеты используются, даже гаусские случайные поля. Это модель поверхности лица. Ну, вот, так сказать, собственно, Perception Lab, значит, когда-то, как я сказал, Face Lab в университете Сент-Андрюса. Вот его члены, значит, сколько тут, 10 человек. И, соответственно, усредненное лицо, подвученное таким вот образом. Как вы сами можете понять, что получилось нечто такое непонятного пола, но действительно нечто среднее. Ну, так вот, значит, нужно, соответственно, проверять, насколько усредненное лицо будет более привлекательно по отношению к обычным, так сказать, к реальным лицам. Ну, собственно, это сделали, значит, впервые, значит, ученые из института, из университета Техаса в Остине. Значит, они проделали следующий эксперимент. Значит, они оценили множество лиц, 65 людьми, на предмет их привлекательности. И что, собственно, дало среднюю оценку привлекательности каждого лица. После этого были сгенерированы усредненные по разному количеству лиц лица и были подмешаны к оригинальным и оценены в их ряду. И оказалось, что действительно усредненные лица оказались статистически более привлекательными, чем лица, которые использовались для усреднения. Собственно, то, что вы подтвердили моим маленьким экспериментом вместе с вами. Значит, авторы назвали свою статью, опубликованную в 90-м году, «Привлекательные лица всего лишь средние». В ответ участники FaceLab провели контрэксперимент, результаты которого были опубликованы аж в Nature в 1994 году. Значит, они подтвердили тот факт, что усредненные лица более привлекательны, кстати, вполне возможны потому, что они более симметричны. Мы же понимаем, когда мы усредняем вектора, мы получаем все-таки барисентрус более симметричный должен получаться. Может быть, поэтому. Но в любом случае симметричные лица более привлекательны. То есть симметрия действительно привлекательна. Однако, если красота – это усредненность, тогда средняя по 25% самых привлекательных лиц должна иметь ту же привлекательность, что и общая средняя. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что усредненные привлекательные лица дали еще более привлекательные средние. Ну, вот вам пример. Значит, слева – это усредненное лицо, а справа – усредненное лицо среди привлекательных лиц. Ну, не знаю, как вы находите или нет правое лицо более привлекательным, чем левым. Похоже, что да. А у меня наоборот. Наоборот. Хорошо. Ну, вы не среднестатистический человек, Сергей Георгиевич. Значит, то, что интересно получилось, смотрите. Значит, у нас есть барицентр как бы усредненные лица. У нас есть барицентр усредненных среди привлекательных лиц. И они не совпали. То есть, получился вектор возрастания привлекательности. Ну, и что они сделали, так сказать? Они сделали и пошли, так сказать, вдоль этого вектора еще дальше. То есть, вектор у нас, так сказать, привлекательности ведет с левой картинки на среднюю. И теперь, значит, они прошли еще дальше, так сказать, на 50% от его длины и получили супер, так сказать, привлекательное лицо. Она просто похудела. Да. Действительно, она худеет. Она худеет, она выглядит более молодой. И мы к этому еще вернемся, на самом деле. И, значит, ну, я, кстати, спросил Дэвида Перретта, говорю, слушай, а почему 50%? Давай пройдем еще дальше. Вот. Он сказал, что мы, говорит, пробовали, но уже, получается, такие феообразные, так сказать, не от мира сего лица. Ну, что же, в общем-то, как бы нашли идеал. Теперь у нас есть супер привлекательное лицо. Ну, и, значит, работу они свою назвали так, что средние лица привлекательны, однако самые привлекательные лица не средние. Так, ну а как насчет полового деморфизма? То есть, как вы помните, для мужчины – мужественность, а для женщины – женственность. Давайте разбираться. А что, собственно, предпочитают мужчины? Кого желают мужчины? Вкратце, если резюмировать множество работ на данную тему, то вкратце женственных и молодых. То есть, женщины с высоким уровнем эстрогена в целом воспринимаются более привлекательными и здоровыми. То есть, имеющими пухлые губки, небольшую нижнюю челюсть. Эти черты привлекательны, поскольку являются индикатором здоровья в биологическом и эволюционных смыслах. И заметим, что правильное использование косметики может вскрыть или подчеркнуть черты лица, влияя на нашу оценку гормонального уровня и, следовательно, на оценку привлекательности их носителя. То есть, мужчины предпочитают женщин, обладающих юными чертами – большие глаза, маленький ротик, пухлые губки. То есть, это называется неотения, то есть, обладание детскими чертами. И это действительно привлекательно, поскольку отражает преимущество молодых плодовитостей. Опять-таки, вот работа, ссылка на работу. Интересно, что эта работа Джонсона, Дуга Джонсона из авторов, она была написана в 1995 году, в общем, довольно давно, но она является одной из самых цитируемых. Я думаю, да, я хорошо ознакомился с этой работой. С моей точки зрения, она, конечно, этого не заслуживает. И методы были использованы довольно примитивно, с моей точки зрения. Например, они рисовали картинки на миллиметровой бумаге. То есть, компьютеры практически не использовались. Но, собственно, из-за чего, я думаю, эта статья наделала много шуба. Собственно, что они сделали? Как они исследовали неотомичность? То есть, черты лица, которые определяют, что человек молодый выглядит. Реально они просто, на самом деле, делали линейную регрессию между размерами глаз, длины носа и ширины рта и с оцененной привлекательностью лиц. И нашли, что, так сказать, вот как бы… Да, а потом они сравнили это с десятью фотографий, фотомоделей, взятыми из журналов «Космополитен» и «Гламур». Опять фотографии из каждого. Подставили в модели. И оказалось, что, так сказать, эти фотомодели соответствуют возрасту около семи лет. То есть, не знаю, какой журналист подхватил это, что фотомодели, так сказать, у них черты лица, пропорции, точнее, лица, такие же, как у семилетних. На самом деле, сами авторы этого не говорили. Я вот хочу просто процитировать, что сами авторы говорят. Что женские модели имеют чрезвычайно неотозные лица. Вот как раз имеются в виду эти фотомодели. Прогнозируемый возраст, основанный на пропорциях лица, составляет 6,8 и 7,4 десятых года. То есть, там две модели на самом деле. Это не означает, что пропорции лиц моделей соответствуют таковым у реальных семилетних, поскольку возраст, предсказанный этими уравнениями, основан на наивной линейной экстраполяции возрастных изменений во взрослых пропорциях лица. То есть, они тренировали свою модель на взрослых особях, на взрослых женщинах. И понятно, что подставив в линейную регрессию пропорции фотомоделей, которые выбиваются из общего ряда, безусловно, они получили такой совершенно странный результат семилетний. Однако он однозначно показывает, что лица женских моделей представляют собой сверхнормальный стимул, представляющий в преувеличенной форме особенности отличающие молодых женщин от старых. Поедем дальше. Они интересными предложили преобразование пространства, которое отвечает за старение лица. Преобразование очень простое. Оно здесь написано, формула. Называется по-английски Cardioidal Strain. Не знаю, как это перевести, так сказать, кардиоидное натяжение, наверное. И, значит, вот тут единственный параметр К, который, значит, я обозвал cuteness, то бишь миловидность. Ну, значит, чтобы никого не обижать, давайте, так сказать, я возьму свою фотографию и просто покажу, как оно работает. Значит, вот в серединке, это моя фотография, значит, неизмененная. Слева миловидность больше нуля, а справа, наоборот, миловидность меньше нуля. То есть вы видите, на самом деле, что происходит. То есть как бы этот Cardioidal Strain, он сужает нижнюю часть лица и увеличивает большую, в смысле верхнюю часть. Ну, и, соответственно, противоположное преобразование с отрицательной миловидностью. Назовите ее мужественностью, наверное. И, в общем-то... Камкарам нулю тут самый лучший. Ну, спасибо, Сережа. Я тоже так думаю. Но удивительно, на самом деле, что К меньше нуля, К больше нуля, удивительно стал похож на одного моего знакомого. Ну, действительно, что происходит? На самом деле, когда лицо... Значит, у детей больше растет мозг сначала. Поэтому, так сказать, у детей более выраженная, так сказать, действительно, верхняя часть мозга, верхняя часть лица, то есть она, собственно, держит мозг. А как раз развитие носа и рта, челюсти особенно отстает. Поэтому, так сказать, это как раз преобразование вполне может действительно описывать, что происходит с организмом во время... Так сказать, как бы со временем. Не с организмом, а с лицом. Так давайте теперь к женщинам. Кого же желают женщины? Ну, здесь все сильно-сильно сложнее. Значит, в целом они предпочитают мужественные черты. То есть широкая челюсть, выдающиеся брови и скулы. То есть черты, ассоциирующиеся с мужским здоровьем. Но слишком много этого уже воспринимается как недружественность, доминирование и другие негативные характеристики. Более того, степень предпочтения зависит от женского цикла. В дни, когда риск зачатия велик, предпочтение дается более мужественным лицам. Так что влияет на наше восприятие красоты? Влияет знакомость, на самом деле. То есть знакомые лица кажутся более привлекательными. Но наоборот, для мужчин, оценивающих женщин. Ну, здесь вот, наверное, мужское стремление к новизне. Мне вспоминается известная поговорка, что лучшая компания для женщин – это когда много знакомых мужчин, а лучшая компания для мужчин – когда много незнакомых женщин. Время наблюдения – это тоже очень важно. На самом деле, чем дольше разглядывается лицо, тем более привлекательным оно кажется… Важна также самооценка. То есть люди, считающие себя более привлекательными, оценивают других, дают более высокую оценку привлекательности других. Но интересно тоже, что для женщин, оценивающих мужчин, менопауза и фаза менструального цикла женщины предпочитают более мужское лицо, как я сказал, когда риск зачатия высок. Это еще одно доказательство биологической природы красоты. Также еще интересен предполагаемый социальный статус. То есть в экспериментах, например, того же мужчину одевали, с одной стороны он был в футболку одет, а с другой стороны – в деловой костюм. И в целом женщинами воспринималось более привлекательным человек, одетый в деловой костюм. Так что, резюмируя, женщины гораздо более тонкие натуры, чем мужчины. Так, ну что же, теперь давайте, так сказать, общая часть закончена. Это, собственно, займемся тем, что я, собственно, сделал. Я сейчас приведу пример. Это цитата классического хирурга, достаточно известного, американского Стивена Маркарда. Всякая жизнь – это биология. Всякая биология – это физиология. Всякая физиология – это химия. Всякая химия – это физика. Всякая физика – это математика. Ну что, займемся нашим любимым делом? У меня сколько еще время осталось на любимое дело? По-моему, я уже много говорю. Да, ну, Жень, как там аудитория? Минут 10 дадите? Будет интересно. Нет, математика. Да, пойдет математика. Давайте попробуем. Давайте поймем. Попробуем. Ну, значит, есть ли возможность какая-то цифровым образом выразить красоту? Можно ли выразить красоту цифрой? С древних времен философы и художники пытались понять, что же, собственно, делает лицо красивым, и несколько классических канонах красоты были выведены. Многие основываются на так называемом золотом сечении, которое вы все прекрасно знаете. 1,618 на единицу. То есть, есть масса примеров, когда в природе действительно находится золотое сечение. Так сказать, оно вот на нескольких примерах приведено. В том числе оно присутствует вроде как и в лицах. Значит, ну, вот основные каноны. Значит, вот здесь я 8 штук привел, на самом деле больше. То есть, вот нос, например, делит лицо на 3 равные части, длина носа равна длине ушей, ширина переносится равна ширине носа и так далее, и так далее. То есть, есть некие каноны. Есть в том числе и каноны, основанные на золотом сечении. То есть, ширина переносится к ширине рта, например, золотое сечение, к расстоянию от носа до подбородка, ширине носа к тому же самому, ширина к высоте лица и так далее. И возникла такая вот мысль у авторов Шмидт, Маркс и так далее. Computational Overface Attractiveness Index Based on Neoclassical Canons. Пусть идеальное лицо, удовлетворяющее всем канонам, имеет максимальный рейтинг 10. Ну, а всякое отклонение от канонов уменьшает рейтинг в зависимости от величины отклонения. Ну, и соответствующие коэффициенты оцениваются регрессией по экспериментальным данным. Ну, собственно, мое погружение в эту область и началось с того, что я посмотрел уже упомянутый мной фильм, где как раз Шмидт, Кендра Шмидт, как раз представляла это исследование и сказал, ну, не может быть, ну, как, ну, не может быть, что всю красоту, так сказать, можно было свести, так сказать, единые цифры. Ну, и стал копать и, в общем-то, накопал. Значит, и в их эксперименте 420 лиц обоих полов из базы данных Феррит, такая известная балла, и 32 лица актеров были оценены на привлекательность от 0 до 10. И, значит, потом, так сказать, средние результаты для каждого лица выведены. И затем по 29 характерным точкам определялось отклонение от канонов. Ну, а дальше, на самом деле, так сказать, привлекательность предполагается убывающей функцией от 10 до 0. Ф от линейной комбинации, включающей отклонение от канонов, отсечения и меры, значит, симметрии. То есть коэффициенты, которые должны быть отрицательными, оценивать с помощью обобщенной линейной модели со связывающей функцией Ф. Ну, далее идут, собственно, статистические процедуры исключения статистически незначимых переменок, что, в общем, дало авторам модель с 16-ю параметрами. Дальнейшее упрощение возможно для каждой пары из 4-х комбинаций пола, оценивающего и оцениваемого. Ну, и в результате, так сказать, конкретное результирующее значение в работе, то есть этих коэффициентов не приводится, и запатентованы, как секретное знание. Ну, автор утверждает, что их формула красоты дает предсказание привлекательности с высокой степенью точности. Ну, вот здесь вот приводятся и в их работе, так сказать, 4 фотографии известных актеров, и, значит, что действительно люди, как их оценивали, и, значит, что их модель, собственно, дает. Ну, как видно, так сказать, цифры довольно, так сказать, близкие. Ну, что, бросаемся покупать патент. Ну, во-первых, не будем спешить. То есть даже полная модель объясняет, оказывается, лишь 24% вариации в оценках. 24% R квадрат, ну, с моей точки зрения, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Авторы дальше. Исключили переменные с положительными коэффициентами. То есть взяли, просто выкинули те черты привлекательности, которые, так сказать, на самом деле отклонение от канонов увеличивают привлекательность. Более того, я пытался нарисовать, а что такое вот десятибальное идеальное лицо. Оказывается, я не смог этого сделать. Почему? Да потому что сами каноны противоречивы. И, то есть, на самом деле, так сказать, есть факты противоречащие. Ну, вот, например, из C5, C8, там, C6, C14, значит, ширина лица, вернее, высота лица равняется с четырем сечением на ширину глаз, а из других, оказывается, что три. То есть, на самом деле, так сказать, сами каноны противоречивы. Далее, эффект узнаваемости не принят во внимание. Поэтому актеры в среднем имеют более высокую привлекательность. Далее, форма лица, что определяет женсость и мужественность, как мы уже видели, не описывается выбранными канонами совершенно. Ну, даже проблемы с определением симметричности лица, так сказать, потому что фактически симметричность определяется на нечетко определяемых точках, например, середина лба. Ну, ее можно поставить там более-менее, так сказать, где угодно, что сильно влияет, на самом деле, на симметричность. Ну, хотя формула и секретная, но не на того напали. Статья содержит примеры рейтинга восьми лиц и использует переменные. Используемые переменные. Ну, поэтому можем, на самом деле, построить просто JLM, то есть Generalized Linear Model, которая будет, так сказать, скажем, с логарифмической link function и оценить коэффициенты так, чтобы максимально соответствует оценкам полученной секретной модели. То есть это как бы моя модель, но которая, так сказать, очень близка к, собственно, выстраивает эту секретную модель. Ну, я ее проверил на оценке Анжелина Жоли. Ну, вот сколько там, ну, в общем, 98,7% получилось то же самое. Ее оценка 8,1%, что, в общем, вполне, так сказать, адекватно, мне кажется, вполне достойно для Анжелина Жоли. Но что я сделал? Я просто взял и немножко, так сказать, пошевелил точки вот эти вот характерные, потому что, ну, невозможно точно определить, например, там, середину лба или там, я не знаю, да даже вот там, не знаю, переносицу определить. Ну, давайте, так сказать, чуть-чуть галасовским образом подвигаем точки. И оказывается, что при этом эта модель, ну, давала ошибку, так сказать, стандартная ошибка составляла 1,7. То есть, ну, это никуда не денется, то есть, никуда не годится. То есть, например, 7,07 – это, так сказать, тоже вполне возможная оценка для Анжелины Жоли. Слишком, конечно, много. Далее. Оценивается лицо или фотография? Давайте зададимся вопросом. Вот перед вами одна и та же модель, Алена. На правом снимке она слегка наклонила голову, что привело к нарушению вертикальных пропорций отклонения от канонов. То есть слева ее привлекательность 9 модели, а справа ее привлекательность 7,8. Ну, и действительно, вот то, что вы видите, произошло с этими лендмарками. То есть, они сдвинулись, ну, и, соответственно, поменялась оценка. Далее. А фокусное расстояние, оно тоже, на самом деле, очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем лицо и на все его пропорции. Вот смотрите, как меняется лицо в зависимости от просто фокусного расстояния используемого. Вот мы начинаем, так сказать, это фокусное расстояние. Это фактически широкоугольник, ну, классическое, так сказать, 50, считается, что наиболее адекватно воспринимается. Ну, еще более там адекватно, может быть, 85. Вот, ну, а телевик уже дает практически уплощенное лицо. То есть это тоже совершенно никак не учитывается в модели. А насколько вообще привлекательность лица определяется морфологией? Вот вы находите привлекательным вот этот индивидуум? Волосы надо добавить, много чего надо. Нет, там не очень, да? А этот? Это Джим Керри. Керри. То есть на самом деле, ну, мои эксперименты, по крайней мере, с 3D-моделированием показывают, что не менее важна фактура кожи. Мимические морщины и микроформы. Формы глаз и губ в первую очередь. Так что уже само по себе, так сказать, это упражнение, оно совершенно не, я считаю, некорректно. Так есть ли польза, собственно, в этой формуле красоты? Ну, возможно, для автоматической ретуши лица в сторону увеличения привлекательности. Сами авторы предлагают ее применение в областях от пластической хирургии до отдыха и удовольствия. Ну, пластическая хирургия на самом деле давно уже использует каноны при воссоздании и коррекции лиц. Но некоторые, как уже цитированный мной хирург Стивен Маккарт, пошли еще дальше. Значит, он несколько десятилетий работает в области пластической хирургии и утверждает, что маска красоты, которую он, так сказать, придумал, описывает типичные пропорции наиболее красивого лица. Ну, вот, так сказать, как бы он наложил свою маску красоты на различные лица, которые он считает красивыми. Вот, и вроде как все это хорошо. Ну, значит, сама маска красоты тоже полное шаманство. То есть она основана на пересечении правильных пяти-десяти угольников с золотым сечением и в их измерениях. То есть тут, по-моему, уже математики просто никакой нет. Вот, но если хотите, так сказать, попробуем отдастся в руки хирурга. Вместо скальпеля я буду использовать инструмент Work в фотошопе, но слабо нервам, прошу покинуть аудиторию. Ну, вот, собственно, я много лет назад, опять страдаю собой ради науки, здесь я наложил эту маску, вот такой я стал. Ну, что сказать, пожалуй, я не пойду к этому пластическому хирургу. Очень шведское лицо получилось. Ну, не знаю, по-моему, на рыбу стал похож. Я говорю шведское. Ну, в общем, резюмируя, мы установили биологические корни привлекательности как индикаторы генетически качественного партнера. Множество факторов влияет на наше восприятие красоты, что делает задачу создания универсальной формулы, с моей точки зрения, для ее оценки практически безнадежной. Но хочу закончить свой доклад выражением надежды, что красота все-таки спасет мир. Ну, и лучше бы она поторопилась с этим. Спасибо большое. Сергей, у меня пара вопросов. Можно? Конечно, конечно. Какое ли место в этой теории занимают прекрасные лицом злодеи? Прекрасное лицо? Злодеи. Не расслышал, извините. Какое место в этой науке занимают прекрасное лицо злодеи? Злодеи? Да, злодеи, которые прекрасны лицом своим. Ну, по-моему, злодеи – это более социальное, чем лицо. Это категория социальная, это не категория красоты. Я не касался, какие они там себе. Красивые лица, конечно, хочется думать, что они красивые во всем, но это как-то о другом, по-моему. Еще один вопрос. Бывает взгляд злой, бывает взгляд добрый. Глаза, говорят, это зеркало души. Как глаза на привлекательность влияют и отражают ли этот факт теории? Скажем так, я не знаю работ, которые бы это рассматривали. Это не значит, что они не существуют, я просто их не знаю. Но это, в общем, надо отметить, что это тема, которой я интересуюсь, но все-таки это не основное мое занятие. Можно посмотреть, можно посмотреть, если такое. Но я не думаю, что это на самом деле возможно. Это уж слишком тонкая материя. То есть, например, работая в фотошопе, я знаю, каким образом сделать глаза более привлекательными, в смысле притягивающими внимание. То есть, на самом деле, каждый фотограф знает, что надо увеличить их приблизительно процентов на 10. Это уже хорошо. Ну и дальше поднять резкость, поднять контрастность, немножко поработать с цветом, белки обелить, убрать вены. То есть, это то, что, так сказать, как бы известные рецепты. Но насколько это душу начинает правильно отражать, не уверен, не знаю. Ну вот, конечно, известно вот это выражение «красота спасет мир», но более точно сознание красоты спасет мир. Но красота – это более всеобъемлющее понятие. Надо же одновременно рассматривать красоту человеческих отношений, красоту человеческих поступков. Но ты буквально по Чехову. Да, но я же как раз сделал с самого начала вот этот дисклеймер, что я исключительно работаю, ну в смысле в этой работе, в этом вашем докладе, я исключительно рассматриваю красоту как привлекательность. Как привлекательность женского или там мужского, соответственно, человека. Я не рассматриваю красивые пейзажи, не рассматриваю красивых женщин, красивых, извините, поэзию деток и прочее. То есть, я именно концентрировался на понятии, собственно, навлечения, притяжения. У меня еще вопрос. Можно, Сережа, я начинаю с твоего первого постулата. Это, значит, вопрос. Известно, я читал неоднократно, что Мона Лиза в Лурии притягивает всех именно асимметричностью к своему лицу. Асимметричностью. Именно это и выяснили. Значит, Сережа, могу ответить по поводу Мона Лизы. Да, во-первых, по поводу симметричности. Значит, собственно, об этом же и работа Дэвида Перрета, что, так сказать, симметричность красива, но самые симметричные лица не средние. И я помню, я пытался, готовясь к этому докладу, я помню, где-то прочитал эту фразу, что ее лицо было красивым, но оно имело ту небольшую долю безобразности, что делало ее лицо по-настоящему прекрасным. Приблизительно как-то так. То есть, да, безусловно, на самом деле реальные лица, они не симметричны. И легкая асимметрия действительно может быть очень привлекательна. Что касается Мона Лизы, тут на самом деле он употребил очень-очень интересную технику. Почему Мона Лиза улыбается издали и, кажется, не улыбается вблизи? Он использовал очень интересную технику, которая связана с частотным разложением. То есть, фактически, когда вы отходите далеко, вы не воспринимаете мелкие детали изображения. То есть, это низкочастотное изображение. В низкочастотном изображении она не улыбается, извиняюсь. Но когда вы подходите ближе, вы начинаете разглядывать вот эти мимические морщинки, высокочастотная часть изображения, которая на самом деле показывает вам, что она улыбается. То есть, это можно делать в фотошопе. Я даже занимался этим с другими лицами. Это очень интересный эффект, который компьютерная графика в некотором смысле позволила воссоздать. Здорово. Есть еще вопросы, предложения, замечания, комментарии? Очень интересно. Спасибо за это. Спасибо большое, Сергей Аркадьевич. Я еще хотел, пожалуй, спросить. Я просто думал, как сформулировать. Вот, хорошо, но ведь эта привлекательность очень зависит от деятельности. Ну вот, скажем, одно и то же лицо какого-нибудь художника или какого-нибудь там ученого, или там какой-нибудь, какого-нибудь актрисы, она очень зависит от того, чем он занимается. Если он сидит там перед фотоаппаратом, то оно может быть совершенно заурядным. А если он занимается каким-нибудь своим любимым делом, то он становится очень привлекателен. А вот в чем тут эта разница? А параметры будут одни и те же. Как сказал Шекспир, есть люди, в которых преступления, нет, есть лица, на которых преступления творят неизгладимые черты. Но, как я уже сказал, на самом деле род деятельности человека, ну, по крайней мере, как человек одет, это точно, так сказать, один из параметров, который влияет на привлекательность. Дальше, если вы видите фотографию человека, которого вы что-то знаете, то он уже, на самом деле, воспринимается более позитивным. То есть, дальше уж я не знаю, так сказать, на самом деле. Нет, я не об этом говорю, я не об этом говорю, ну, вот, скажем, там, какой-нибудь великий музыкант. Одно дело на него смотреть, когда он играет, а другое дело смотреть, когда он там сидит, ну, вот, как Пушкин. Да, вот, Саша, взять, Трифонова взять, да? Трифонова взять, замечательный музыкант, он такой вот сутулый. Ну, хорошо, ладно, ребята, это, Саша, это надолго, спасибо большое, давайте закончим. Это под чего-то, под чашку чая и так далее, и так далее. Да, это правда. Спасибо большое всем докладчикам последней сессии.